Свободу Сущенко. Как вырвать из российского плена украинского журналиста? Сотрудничество или кабала? Есть ли жизнь после меморандума с МВФ? И что на самом деле наобещала Украина? Коммунально-долговая яма. Как не потерять квартиру из-за новых платежек за ЖКХ? Между жизнью и смертью. Вспомнит ли государство в 2017-м о поддержке неизлечимо больных? Как прожили последние 7 дней Украина и мир, говорим далее в подробностях недели. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. От этой недели ждали всего чего угодно, вплоть до презумпции правоты полицейских, но получили совсем неожиданную вещь. Депутатов увлекла тема визового режима с Россией. Вроде бы война началась не вчера, вроде бы уже на самом высоком правительственном уровне. Это не раз обсуждали и объясняли, почему не стоит вводить визы, но все равно к этой теме вернулись. Даже публикация меморандума о сотрудничестве с МВФ на таком фоне померкла, хотя этот документ имеет первостепенное значение для страны. Какие угрозы и какие выгоды для Украины, заложенные в меморандуме, мы будем обсуждать сегодня очень подробно. Пока начнем все-таки с того, что увлекло депутатов, ведь одно это характеризует всю нашу политику. Кому и зачем вдруг понадобилась визовая тема, выясняла Екатерина Лысенко. Этой осенью они снова охотятся. Депутаты ищут удобную политическую тему. То, о чем можно долго говорить и ярко спорить. То, что может увлечь избирателя и не обязательно иметь практическое значение. Главное для них рейтинг, кто получит этот трофей. Бюджет и налоговая реформа, законы для евроинтеграции и длинный список требований МВФ за минувшие 7 дней чуть померкли. Визовый режим с Россией вот что оказалось самым заметным в парламенте. Причина в Народном фронте. И там, казалось, наконец нашли ту самую яркую тему. И я запропонувал комитетам разглядывать вопросы про введение визового режима с Российской Федерацией. Тему-то нашли, вот только прибавит ли она к нынешнему 1%, который есть у фронтовиков, еще хотя бы один большой вопрос. Тема ведь не новая. Долгие месяцы проект постановления пылился в комитетах. Да и что говорить, конфликт с Россией длится уже третий год. И заговорить о визах сейчас, это, конечно, шумно и скандально. Но мало для того, чтобы в других фракциях поддержали. Мы прекрасно и понимаем, что это игра. Потому что у нас есть висновок комитета в закордонных справах, где они показывают позицию МЗС про то, что они против скасывания безвизового режима. Почему только сейчас? Это для меня тоже величезное вопрос. Проект постановления я подписал в лютом минулого года. Странно, что когда у нас Крым украли, мы не ввели. Когда война началась, мы не ввели. Когда Иловайск был, мы тоже не ввели. Правительство Яценюка когда-то в 2014 году, в марте месяце, когда им предлагали, правительство Яценюка сказало, что нет, не на часе. Что же должно было произойти, чтобы стало на часе? И действительно, в марте 2014-го тогда еще премьер Яценюк говорил, что правительство не будет торопиться с визовым режимом. Говорил об украинцах, которые продолжают ездить на заработки в Россию, и призывал 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Теперь теми же словами, но совсем о другом, говорит и спикер, один из ближайших соратников Яценюка. В этом случае лучше 7 раз отмерить, как говорится в украинской приказе, для того, чтобы выйти на твердое, вольевое, позитивное решение украинского парламента. Депутаты отмерили и голосовать не стали. Все-таки и роль парламента в этом вопросе не решающая, да и дипломаты резко против. В МИДе буквально сразу же заговорили о рисках, мол, работающим в России, та же Россия может свои паспорта раздавать. Да и непонятно, как визовый режим поспособствует реинтеграции Крыма и как отразиться на урегулировании конфликта на Востоке. Восток вообще дело тонкое, а тут еще, кроме Востока, накладывается тонкая дипломатия. И это компетенция и прерогатива, на мою думку, перца в Министерстве государственных справ. Визы с Россией это не патриотизм, потому что непатриотично лишить работы трех миллионов украинцев, которые там работают и пересылают в Украину больше двух миллиардов долларов США. И если они там потеряют работу, что они тут пополняют армию безработных? Я хотела, чтобы политики брали определенную ответственность. Когда они говорят, что нужно что-то сделать, то они должны быть уверены до конца, что это правильный крок с точки зрения защиты национальных интересов, с точки зрения защиты граждан Украины, с точки зрения перспектив обеспечения, в частности, мира на сходе Украины и вероятности Крыма. То есть, должна быть определенная стратегия. И сильные визы запретны культурные, не прекращающие охоту за рейтингом. Тот же Народный фронт выдвинул еще одну идею, не менее скандальную. Предложил российским актерам и музыкантам гастроли под расписку. Законопроект авторства нардепа Книжицкого с обязательством для российских актеров письменно признать оккупацию Крыма, чтобы получить право выступать в Украине. Этот законопроект не про то, как заборонить медийную продукцию государства-агресора в Украине. Этот законопроект про то, как посадить до российской вязницы Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича. То есть, любой, кто для того, чтобы спевать в Украине, должен засудить Путіна. Я хочу вам напомнить, что в России подобные вещи сравниваются к экстремизму. Это означает, что любому актору, который поддерживает Украину, по повернению к России мы обеспечиваем ни в клетку и друзей в службу. Этот законопроект порушивает права человека, смотрителя украинского. Он порушивает права человека, и мы не можем, как права государства, принимать законопроекты, уподобляющись России, которая ограничивает, знаете, все на свете. В итоге тут депутаты новшества фронтовиков не поддержали законопроект, провалили, а пока все спорили, в зал с рекордной скоростью внесли другой документ. Законопроект, который в считанные часы зарегистрировали, рассмотрели в профильном комитете и тут же успели проголосовать. О запрете продавать землю. Тема, которая тоже не сходила с уст политиков всю предыдущую неделю. И страх влады перед народом, и особенно перед селянами, перед фермерами, он привел до того, что нам удалось объединять все фракции и проголосовать в зале с очень большим консенсусом продолжения моратория на продаж сельско-господарской земли на 2017 год. По сути, это решение стало первым способным нарушить условия меморандума СМВФ. До конца года парламент должен принять закон, который запустит рынок земли. Впрочем, смогут ли депутаты это сделать? Настолько же непрогнозируемо, насколько и противоречивы трактовки одних и тех же пунктов меморандума представителями разных полицил. Нема прямой нормы про подвышение пенсийного века раз. Нема жесткого обязанства вводить рынок земли два. Задача Международного валютного фонда по отношению к Украине, чтобы мы имели сбалансованный бюджет, чтобы мы имели возможность платить по своим рахункам. Я точу деякие комментарии своих коллег, которые кажут, что подвышение пенсийного века прямо не записано. Это граф слова. На самом деле, мова идет про подвышение пенсийного века раз и про скорочение категории граждан, которые имеют пельговые возможности по выходу на пенсию в связи с тяжкими условиями работы. И если сейчас условия МВФ еще можно просто обсуждать, выбирая разные трактовки, то ближе к концу года ситуация может стать уже совсем другой. Будет не до рейтингов, когда перед следующим траншем МВФ попросит отчитаться о проделанной работе. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Помочь разобраться в теме. Нам согласились Александра Кужель, народный депутат фракции Батьковщины, и Дмитрий Андреевский, народный депутат фракции Баткевщины. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ваша оценка. Почему же вдруг на этой неделе всплыла вот эта тема визового режима с Россией? Ну, для пана Поробія это было логично, потому что он, будучи главой РНБО, уже пропонувал тогда введение визового режима. И в тот случай, когда был заарештованный украинский журналист, так гучно все это вопрос поднялось, и его пропозиция была зрозумелой. Мы были уверены в том, что это более политический крок. Мы знали про высловы и позицию Народного фронта. Но свою позицию мы сказали, что если будет вынесено решение на голосование, мы его проголосуем. Но все-таки, ведь 2,5 года назад этот шаг был бы уместным. И тогда тот же Народный фронт, в лице премьера тогдашнего Арсения Яценюка, был категорически против этого. Но я хочу сказать, что все равно это на полмена. Надо делать то, что мы говорили, Барис Тарасюк, что в 2014 году зарееструвал постановку, нам надо выйти из договора по краю СНД. Нам надо внести изменения в договор с Россией, в некоторые пункты, которые торкаются в співпрацей. Нам надо делать эти шаги. И отверто надо говорить, там 490 километров, залишиться в открытого кордону. Если мы даже ведемо безвизовый режим, может быть, все эти переваги дали возможность, что фракция ППП сняла это вопрос. Дмитрий, кстати, к вам, как представитель фракции ППП, вам не кажется, что вот эти шумные и громкие истории этой недели, обсуждения в основном, визовый режим с Россией, принуждение российских артистов подписывать заявление для возможности гастролировать в Украине, они вбрасываются для отличения общественного внимания от других более важных тем. Я погружусь с коллегой, что вопрос введения в виз, оно было, скорее всего, такого эмоционального характера. Мы собрались на фракции напередуне этого голосования и очень ретельно это обговорили. Четко увидели, что это вопрос сегодня не отвечает. Не решает вопрос. Не решает вопрос, не отвечает интересам Украины. Есть Кабинет Министров, есть Министерство, которое занимается с внешними нашими связками, да, и впевнено, что я как раз достаточно полноважен, достаточно инструментарию для того, чтобы... А вы уверены, что только в эмоциях дело? А нет ли здесь вас еще и желание подложить свинью, например, правительству? Еще раз напоминаю, Яценюк был категорически против. Возможно, он тогда думал о более чем миллиарде долларов, которые привозят украинские заробещане из России. Ну, нет, я думаю... Кого сейчас обвиняют все эти мигранты, которые вернутся, трудовые мигранты, которые вернутся? Уж точно не Народный фронт? Они обвиняют в первую очередь премьера и президента? По-перше, я хочу сказать, что в России ввели очень тяжкий и непростий способ легализации наших работников. И им сейчас очень тяжко. И я думаю, что морально, и мы видели по снижению людей, которые туда ездят, и я единственное хочу сказать, что это вопрос, если бы оно политически было доцельным, его должен решить уряд, а не Верховная Рада. Потому что это решение было решением уряда и МЗС. Поэтому мы понимали, что оно более политическое. И еще раз напоминаю, 490 километров от открытого кордона. Все-таки давайте вернемся к главной, наверное, теме этой недели, от которой в том числе и отвлекал внимание «Народный фронт», всеми этими вбросами острых и горячих тем, это меморандум о сотрудничестве с МВФ. Его опубликовали, причем, на сайте самого Международного валютного фонда. Такое впечатление, что здесь, в Украине, просто не решались озвучить все то, чего от нашей страны требуют. Список и правда внушительный. Это десятки пунктов, которые касаются всего. От борьбы с коррупцией до банковских процентов. Вот приведу вам только несколько примеров. Постепенная корректировка обязательного возраста для выхода на пенсию. Полная пересмотра формулы расчета и монетизации субсидий. Полная либерализация тарифов. Причем новая корректировка цен на коммунальные услуги может произойти уже с 1 января 2017 года. Ликвидация налоговой милиции. Расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро. Легализация добычи янтаря уже до конца октября. Принятие закона об обороте сельскохозяйственных земель до конца года. И еще один пункт до конца года. Принятие закона по медицинской реформе. Вот хороший вопрос. Кто в парламенте готов за это голосовать? И что ждет Украину в том случае, если политики не пойдут на выполнение всех этих условий? Здесь уже снова придется вам держать слово. Александр, давайте, наверное, начнем с Дмитрия. Как вы восприняли все эти пункты, которые есть в меморандуме? Что лично вы и ваша политическая сила готовы из этого поддерживать? А что категорически нет? Ну, я начну с загальных, но очень важных вещей. Первое. Международный валютный фонд – это, таки знаете, свой родный маяк для инвесторов, которые решают, можно спорить с этой страной, или можно в ней вкладывать деньги, или не можно. Для Украины это критично важно, потому что без инвестиций неможливо развитие экономики, неможливо ее увеличение. Как раз вот этим взрослением в первую очередь и обеспечивается Международный валютный фонд, потому что для него очень важно видеть экономику, которая генерует гроши для обслуживания кредитов и для их повернения. Если говорить про меморандумы, и мы так вот подивимся все меморандумы, начиная с всех президентов, премьеров, за всех временах, они приблизно одни и те же. Там есть мова про реформы, и это очень важно для Украины. Дмитрий, да, Дмитрий. Но все-таки все эти условия будут выполнены, как вы считаете, или нет? Вот первое, да, это одинаковые меморандумы. Они трошки, может, отрязняются, но большинство вопросов реформы, борьбы с коррупцией. И третий, очень важный аспект. Каждый уряд, это было за всех времен, выходит из реального состояния вещей, из того, что он действительно готов и поддерживать. А далее это уже уровень співпрации, уровень поддержки. Законодавшие инициативы уряда, законодавшие инициативы парламенту, мануторинг. Если выполняются рекомендации, это почти 100% гарантия. Александр, а еще вы не соглашаетесь? Ну, по-перше, не згідно с тем, что они одинаковые меморандумы. Двичи премьер Тимошенко жодного разу не записала подвищение пенсийного века. И когда писала, они показывали в пятницу, да, ей программу, что до рынка земли, они просто не дочитали. Вона каже, что очень хорошо, берите его виконную, и ты эту программу, она до 2020 года, там рынок. Но и для людей, если они хотят продать свой пай, но купит там держава. И мы говорим о том, что на сегодняшний день не нам определяем МВФ, что нам делать. Вы правильно сказали, вы сказали то, что для них главное, с чего мы будем повертать кредиты. То есть, чтобы работала экономика. Из тех законопроектов, которые там есть, точно знаю, что мы выкинаем закон про омбудсмен. Мы его уже подготовили на второе читание. Мы его уже подготовили на второе читание. Мы выкинаем там борьбу с коррупцией. Я думаю, что будем, потому что это очень серьезный деконтроль других стран. Но что есть неприятно, Я думаю, что вы выполните еще несколько пунктов, только не те, которые могут отразиться на рейтинге политической партии, которая будет голосовать. Например, увеличение пенсионного возраста. За это найдутся голоса, как вы считаете? Можно, дозвольте, я назову три пункти. Первый – это рынок земли. И то, что проголосовано в пятницу, это будем сказать так. Укол оттягнутый от принятя. Они замазюкали то, что фракция «Батьковщина с селянами» подняла голос, что мы сказали, что проводим меморандум. И они проголосовали на один год. Я вам могу сказать, вот встретимся в вашей студии в грудне. Они урядам подадут законопроекты, которые будут предупреждать такая скрытая аренда, которая имеет такую назву «Эмфитевзис». Это аренда с правом продажи. То есть они внесут законы, которые все равно тихесенько дадут возможность нашим людям, ну, назвать олигархам, купить землю, потому что у них 5-6 человек, ну и еще урядовцы. Вы знаете, к простому украинцу болит другой вопрос. Людей, наверное, больше. Они и так знают, что землю, по большому счету, и сейчас деревянят. И потом все равно ничего не достанется. Мы открыли, что мы в Казани. Пенсионная реформа, о которой говорят. 14 лет. 14 лет. Пенсионная реформа, я скажу, потому что я больше с этим разбиралась. Я хочу сказать, что пенсионную реформу, если Бьющенко был не трус, когда он был премьер, мы тогда показали ему все разрешения, что мы идем в никуда, мы идем в банкротство. Накопичивательная система не имеет права в Украине на существование. Но этого уже не вернуть. Что сейчас? Я вам хочу сказать, что веком сбольшения они ничего не вырешают. Потому что за эти годы, как они сбольшили век уже женщинам, которые уходили на пенсию 55, но помирали 83, сейчас показывает статистика, женщины не доживают до сих пор. Это наибольшую практику. До 70 лет. Александра, давайте дадим слово все-таки Дмитрию. Давайте я закінчу. Заканчивайте. 74 лет. И поэтому нужно делать реформу пенсионную, а не сбольшение веков. А не просто за остальные людей работать больше. И третий пункт, страшный, про который они молчат, это приватизация. Масштабно продать все за копейки, чтобы как-то подлатить бюджет. Дмитрий, минута на ответ. Давайте по пенсионному веку в этой стране, давайте фактами будем сказать, единственный раз поднимался пенсионный век, когда министром был Тягибко, премьера Мазаров, а президентом Янукович. Больше всего не было. И есть четкая позиция президента, четкая позиция министра и вице-премьера, который этим вопросом занимается, что никакого поднятия пенсионного века не будет. Я еще раз хочу сказать, что выполнение меморандума это уровень співпрации. Нужно сидеть и договориться, но и четкая позиция уряда никакого поднятия пенсионного века не будет. А еще не... С такими настроениями, кажется, не видать нам четвертого транша. Я думаю, что не из-за этого нам не видать четвертого транша. Потому что на сегодняшний день они видят, что практически борьбы с коррупцией полномасштабной нет, потому что сейчас только начинают эти органы ставить и делят повноважение. По-друге, у нас нет понимания, вы тот пункт посмотрите по банкам. Там продажа частки Ощадбанку, там знятение 100% компенсации вклада в Ощадбанку, там далее, чтобы что-то сделали с Приватбанком. А если тронуть Приватбанк, перепрошу, то пенсионная вся система сама по себе рухнет. И поэтому, на жаль, нужно честно сказать, что все, что написано в меморандуме МВФ, это писал мне МВФ, это писал действующий уряд. Ну, судя по всему, судя по настроениям, пока о поддержке этого меморандума в Верховной Раде говорить рано. Будем с вами наблюдать за этой историей. Мне кажется, что с ухудшением экономической ситуации в стране, которую, кстати, прогнозируют к весне, настроения депутатов могут кардинально измениться. Пока спасибо вам за этот разговор. Александр Кужель, Владимир Андреевский были гостями подробности недели. Благодарю. Мы же с вами продолжим. Хватило времени у депутатов на этой неделе и на бюджет этого года. Они успели перераспределить деньги для армии и полиции. Силовикам выделили дополнительно 7 миллиардов гривен. Министерству обороны достались почти 4 миллиарда гривен. Национальной полиции 2 миллиарда. Пограничникам почти миллиард. Главное управление разведки и Минобороны получит почти 175 миллионов. Увеличили также расходы на СБУ, госохрану, службу по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого, добавили еще деньги на оплату труда госслужащих плюс 1,5 миллиарда. На 400 миллионов увеличили расходы на угольную отрасль. Будут ли еще в этом году пересматривать бюджеты? Насколько активно депутаты предлагают свои поправки к проекту госбюджета следующего года? Вот тема для разговора уже с Евгением Капинусом, заместителем министра финансов. Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, в этом году еще планируется изменение бюджета или по другим направлениям денег до конца этого года уже достаточно? Я хотел бы сказать, что изменение бюджета можно только в том случае, если у нас есть какие-то предпосылки для этого, в частности, новые доходы или изменение макропараметров, поэтому может быть пересмотреншее бюджетом. Но сегодня мы выделили основные те элементы, которые мы считаем необходимы, в частности, если брать те по заработных платах, которые вы называли, это предложение по увеличению заработной платы специалистов кардного расшука, которые на сегодня как раз непосредственно на передовой, которые занимаются вопросами, которые наиболее болезненные, это розыскам людей, которые совершили сильные какие-то проступки, поэтому мы как раз и по этих болевых точках постарались профинансировать. Хорошо. Денег, которые заложены в бюджете этого года на социальные стандарты, их хватает или нет? Я имею в виду в первую очередь это субсидии, выплата субсидий и пенсии и зарплаты. Бюджетные. Я хотел бы сказать, что если посмотреть даже по субсидиях, разные были позиции под поводу ТОУ хватает или нет, но после последней сверки, которая была проведена между Нафтогазом и регионом, мы получили достаточно положительные ресурсы, в частности, было списание около 40% тех ресурсов, которые были заявлены до ТОУ, поэтому на данном этапе мы считаем, что этих ресурсов будет достаточно. Евгений, а почему у нас тогда только увеличивается долг по выплате заработной платы в стране? У нас не увеличивается долг по выплате заработной платы. Как раз мы внесли изменения в бюджет 2016 года и мы перекрыли те вопросы, которые у нас были. Как раз в связи с этим в частности и была необходимость принятия этого бюджета. Ну и коротко о бюджете 2017. Депутаты уже начали его переделывать. Насколько сильно им может это позволить сделать Кабмин? Вы сами называете проект госбюджета на следующий год честным. У депутатов хотелок чуть ли не на полмиллиарда гривен больше. Ну, я хотел бы сказать, что мы с удовольствием прислушаемся ко всем предложениям народных депутатов. Только надо учитывать, что согласно бюджетному кодексу эти предложения, которые поступят от народных депутатов, они должны быть сбалансированы и подкрепляться соответствующими источниками дохода. Если будут соответствующие источники дохода, я думаю, что мы, конечно же, поддержим. А если подключат шантаж и просто будут говорить, или вы там на наш округ какой-нибудь выдаете лишние десяток, сотню миллионов, или мы не поддержим проект бюджета? Ну, я думаю, что шантаж... Это же нормальная практика для нашей страны. Это условность. В любом случае, даже если это будет шантаж, он должен быть поддержан соответствующим ресурсом. Спасибо вам и за этот разговор. Спасибо, кстати, и за то, что впервые, чуть ли не за последние десятилетия бюджет был, в принципе, в общем-то, подан по закону вовремя для рассмотрения депутатов. Это был Евгений Копинов, замминистра финансов Украины. Спасибо вам за это. Ну, а пока политики и министры спорят, эксперты говорят о том, что в стране растет уровень бедности. Вот свежие цифры. Если в 2014 году ниже черты фактического прожиточного уровня находились меньше трети украинцев, то в 2015 году этот показатель вырос уже до более чем половины. Самые высокие показатели бедности у семей с детьми почти 40% и пенсионеров 23%. Такие данные приводят в Институте демографии и социальных исследований Национальной Академии Наук. При этом неудивительно, что растет еще один очень тревожный показатель долги по оплате коммунальных услуг. Здесь сумма по стране уже превышает 12 миллиардов гривен. И это отопительный сезон еще не начался. Его старт только через 6 дней. И только после этого украинцы получат новые платежки уже по новым, самым высоким в истории страны тарифам. Выдержит ли общество такую нагрузку увидим весной. А уже сейчас нам нужно понять, что ждет должников. Не лишатся ли своих квартир и домов те, кто не сможет платить за коммунальные услуги. Ведь законный путь для того, чтобы отбирать жилье за долги есть. Как не остаться без скала и двора? Разбиралась Алла Мачишок. Централизованное упало, не оборх у нас 2537. Неимоверно невозможно. Я понимаю, что надо платить, кроме меня никто не заплатит. Но этим вот тоже каждый месяц все надо. А деть обуть накормить семерых детей главная задача многодетной мамы. Зарплаты отца и даже помощи, которую семья получает как малообеспеченная, не хватает даже на самое необходимое. Не то, что платить за коммуналку. Я все равно куплю детям. Выбачьте. Каждый месяц пишем список, что необходимо. В этом месяце написали список на тысяч двадцать. И потом с детьми садимся и все вместе решаем, что в первую очередь. Вся семья ютится в одной комнате. О том, что за неуплату коммунальных платежей эту квартиру могут отобрать, даже думать боится. Не говоря уже о суммах, которые будут в декабрьских платежках. Для мирских и нынешние тарифы заоблачные. В семье Константина задолженность тоже многотысячная. Инженеру-механику Одесского МПЗ больше двух лет не платят зарплату. Чтобы выжить с женой и маленькой дочкой, пошел продавать кофе на улицу. Государство нас бросило. Для начала государство должно было предоставить доходы гражданам Украины, а потом уже что-то требовать от них в оплату коммунальных услуг, если еще введут такие коллекторские частные фирмы. Именно этот закон о частных исполнителях в народе коллекторах, вступивший в силу на днях, вызвал бурю негодования и среди населения, и среди экспертов. Согласно документу, Облэнерго может сдать своих должников коллекторам. Те, как известно, ничем не гнушаются. Контингент не очень шепетийный, понимаете, который пойдет выбирать эти борьбы. Я уже вижу эту картину, когда начинают на улице смекать детей, дружину, понимаете, дорослые, и говорят, передай батька, и он там винный 3000 гривен. Ты передай, что мы заберем автобусы или еще что-то. Сама же процедура борьбы с неплательщиками прежняя и нехитрая. Долг в 15 тысяч и на вас подают в суд. Облэнерго, Облгаз или Горводоканал. В течение трех дней выносят решение. Ваше присутствие совсем не обязательно. Не успеете спорить за 10 дней придут судебные исполнители. Имущество опишут и могут кое-что оттяпать. Нет ценных вещей? Арестуют квартиру. Не погасишь долг, продадут. В то же время премьер заявляет, правительство не позволит отбирать у людей жилье за долги. А если, не дай Бог, кто-то позволит себе простягнуть свои брудные руки до украинских граждан, которые живут в своих помешканях, используя борьбы за жилово-коммунальные послуги, мы по этим брудным рукам, как Уряд Украины, дамо и захистим каждую украинскую родину. Буквально прошлой весной руки к неплательщикам дотянулись. У жителя Луцка за долги квартиру отобрали. Продали на аукционе. От таких жестких мер власти Луцка и сейчас отказываться не собираются. Позавчера мэр пригрызил горожанам. Не будут платить, отнимут квартиры. 27 миллионов гривен долга. И это только затопление. Всего же по стране задолженность 12,5 миллиардов. Хозяева примерно каждой пятой квартиры должники. Чи есть там хоть чтобы они стягивали эти деньги и получили правильные пацаны из разных коммунальных предприятий. Своих денег этот закон про приватных виконавцев специально ввели как уголок налякать людей потому что влада осознанет что люди начнут массово не платить. С какими коллекторами и как будут сотрудничать коммунальные службы мы поинтересовались у Минюста но там ответить пока не готовы. Известно только что сформируют реестр частных исполнителей и сам же Минюст будет их контролировать. В семье же Одессита Константина который годами не видел зарплату и долг перед ним уже 200 тысяч гривен настроены решительно. Говорит такие как он квартиры не отдадут да и кто кому должен. Общая сумма задолженности по зарплате в Украине около 2 миллиардов гривен. Проблема будет не знаю как это все будут люди терпеть. Алла Матюшок Марьяна Бурякова Андрей Анастасов Василий Миновщиков и Владимир Дедов подробности недели телеканал Интер. Обсудим тему с Юрием Бойко лидер фракции оппозиционный блок гость подробностей недели Юрий Анатольевич вас приветствую спасибо что пришли. Юрий Анатольевич какую ситуацию имеем по состоянию на сегодня? Долги по зарплате 2 миллиарда гривен эксперты кстати говорят что они будут увеличиваться. Долги по оплате услуг ЖКХ уже 12 миллиардов гривен. О чем говорит соотношение этих цифр? Украине все-таки не удастся избежать кризиса неплатежей правильно? Кризис неплатежей уже наступил и основная причина это конечно такое драконовское повышение тарифов и чем больше правительство уверяет что субсидий хватит всем тем больше в общем-то люди сомневаются и не верят. И цифры которые приведены 12 миллиардов это уже это только начало отопительного сезона это только начало увеличенного потребления коммунальных услуг на самом деле эта задолженность будет расти а что касается задолженности по зарплате то 70% это долги экономически активных предприятий это только официальная часть надводная часть Айсбера а на самом деле долги больше поскольку людей отправляют бесплатные отпуска люди работают неполную рабочую неделю и вот в сумме это все называется усиление экономики у нас в тени экономики в тени и в сумме все это называется бедность растущая бедность нищета населения это главная проблема которая сегодня есть у нас в стране после военного конфликта еще одна тема которая очень активно обсуждалась на этой неделе возможность конфискации жилья за долги по услугам за долги по оплатам премьер обещает что этот закон не будет работать что у людей жилье отбирать не будут но при этом мэры городов например мы в сюжете с вами видели мэр Луцка предупредил что жилье у должников все-таки отбирать они планируют есть ли у правительства рычаги чтобы защитить людей как раз в Луцке и был первый случай когда квартиру за долги продали на аукционе там за 400 тысяч гривен если память не изменяет и люди остались без жилья на самом деле проблема есть если будут большие долги если люди не будут платить то и неэффективно будет работать как сейчас Министерство финансов когда не проходит ни субсидии ни льготы ни разницы в тарифах практически все заблокировано то такая опасность есть причем уследить за этим будет достаточно сложно и я не верю что правительство сможет эффективно защитить вот так вот при таких долгах людей от отъема жилплощади по вашей оценке насколько Украина готова к новому отопительному сезону очень большая проблема нет сезон то мы начнем проблема не в том чтобы начать сезон проблема в том чтобы его пройти в полном объеме без каких-то катаклизмов и чрезвычайных ситуаций ресурсная база недостаточно это уже видно то есть начать мы сможем но при таком накоплении газа как сегодня 14,5 миллиардов и чуть более миллиона тонн угля очень серьезное опасение есть что если в середине января как обычно это бывает а у нас пик мороза на этот период приходит так вот с середины января и дальше с таким ресурсным накоплением если будет холодная зима можно ожидать больших проблем нас спасала теплая зима будем надеяться что теплая зима будет и сейчас потому что если будет серьезная холода то конечно может быть большая проблема меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ как вы оцениваете этот документ мы сегодня судим о том что появилось на сайте МВФ подколько сегодня правительство еще продолжает скрывать и не объясняет на что собственно говоря был разменен этот миллиард долларов который получили в виде транша 4 основных болезненных пункта это реформа пенсионной системы это введение так называемого оборота земли это единый налог и налогообложение в целом вот эти пункты они проблемные поскольку тут завуалировано и спрятано все что угодно поэтому мы считаем что должен быть диалог должно правительство объяснить что имеется ввиду под этими пунктами что это такое и честно сказать людям за что взяли кредит ну а если не будет диалога допустим будет шантаж когда ближе к концу этой сессии ближе к новому году депутат начнут шантажировать тем что страна на грани экономического коллапса поэтому помните как с бюджетом было в прошлом году или голосуем или вот с нового года просто жизни не будет наша позиция здесь абсолютно понятна мы должны в первую очередь думать не о том как там одобрить нас скажет мвф при всем там важности этого процесса а в первую очередь должны получать одобрение от людей правительства и власть в целом от того что людям комфортно и люди чувствуют заботу о себе а что касается вот этих пунктов которых умалчивает сегодня правительство которое тщательно как-то скрывает завуалировали то на самом деле мы считаем что если это так как можно прочитать между срок то нас ждет очень серьезное социальное потрясение у нас своя страна у нас своя ситуация мы должны оценивать ее с точки зрения поддержки людей а не выполнение всех условий МВФ и удовлетворение их пожеланий поэтому мы должны отстаивать свою правду и мы будем на этом стоять наша фракция будет на этом спасибо вам за эту беседу зрителям напомню лидер фракции оппозиционный блок Верховной Раде Юрий Бойко был гостем подробностей недели а еще одна тема которую политики собирались обсуждать на этой неделе но все-таки они умолчали это усиление полномочий полиции хотя на прошлой неделе обещали что необходимые МВД поправки как можно скорее внесут Верховную Раду речь шла о целой серии норм главной из которых так называемая презумпция правоты полицейского впервые о ней заговорил Арсен Аваков и уже в ходе дискуссий в обществе министра поддержала и глава нас полиции Хатия Деканаидзе главное требование сначала подчиняйся полицейскому выполняй все указания а потом уже разбирайся через суд был полицейский прав или нет ну возможно чтобы сбить недовольство этой идеей и сменить тему общественной дискуссии в Народном фронте на уходящей неделе и воспользовались визовой завесой о которой мы уже рассказывали впрочем надолго этой завесы точно не хватит и депутатам все-таки придется либо поддерживать либо отклонять поправки предложенные МВД а вот что для МВД уже точно закончилось безрезультатно так это расследование поджога нашей службы новостей уже больше месяца прошло с момента пожара в этом здании но к сожалению Министерство внутренних дел так и не смогло найти и задержать поджигателей хотя возможностей это сделать у ведомства было более чем достаточно ну во-первых нападавших зафиксировали камеры видеонаблюдения на кадрах отлично видно как они прорывались в здание и кто прикрывал их отход также на видеозаписях есть и предполагаемые кураторы нападавших которые как показало расследование депутатов из ОПА блока связаны с министром внутренних дел Арсеном Аваковым что ж теперь расследование будет заниматься от службы безопасности Украины на этой неделе суд обязал СБУ открыть уголовное производство если шанс что виновных назовут следователей СБУ спросим у юриста Михаила Ильяшева он господробности недели Михаил здравствуйте рад вас видеть спасибо за победу в суде вам сразу хочу выразить скажите что означает вот это решение суда теперь за расследование отвечает только СБУ на сегодняшний день СБУ должно выполнить решение суда и начать расследование мы рассчитываем что СБУ так и поступит и поскольку это решение обжалованию не подлежит другого варианта вроде бы как нет почему по вашему личному опыту почему СБУ а не МВД все таки на сегодняшний день на сегодняшний день оценка событий была поджог хулиганство по нашему мнению мы читаем кодексы мы не политики оценка правильная квалификация этих действий это именно террористический акт поскольку это был не только поджог с целью испортить имущество а поджог сопровождался определенными требованиями и определенными целями данная категория дел она подследственна службе безопасности Украины именно поэтому мы обращались в службу безопасности Украины чтобы она открыла производство служба безопасности Украины посчитала что подобное что-то уже расследуется министерством национальной полиции мы с этим не согласились обжаловали бездеятельность СБУ в суде и суд обязал службу безопасности Украины начать расследование именно этих событий в контексте террористического акта насколько высоко вы оцениваете шансы что виновные все-таки будут названы хотя бы ну и наказаны но мы все должны быть оптимистами если первый шаг уже сделан из многих шагов и всегда состоит победа следующим этапом я надеюсь что если следователи СБУ будут нормально расследовать это дело на сегодняшний день у адвокатов также есть огромное количество возможностей в рамках досудебного расследования мы будем со своей стороны о каких сроках может идти речь вы ведь изучили это дело знаете все чем может оперировать следствие ну я думаю это должно исчисляться месяцами а реально это будет исчисляться годами поскольку службы безопасности и следователи перегружены и если конечно же будет политическая воля для того чтобы нормальное количество следователей отрядить на расследование широкий международный резонанс громкий очень который в общем-то это возмутило всю мировую сообщество ну безусловно это может помочь и ускорить этот процесс в данном случае конечно же это дополнительное давление будет на службу безопасности Украины вместе с тем тот факт что на заявление не было необходимой реакции изначально говорит о том что наверное еще не все решения приняты но нужно понимать что после того как будет назначен следователь именно этот конкретный следователь будет за все отвечать ну а месяц без действия МВД ведь в общем-то в принципе расследование которое велось в Министерство внутренних дел оно не продвинулось ни на йоту за эти 30 дней вы чем это можете объяснить тут сложно оценивать ведь если оценивать это событие как поджог то в сегодняшней ситуации в Украине совершается огромное количество тяжких преступлений и понятно что сам по себе поджог он не очень интересен для следствия чтобы его расследовать если же смотреть на эти события через призму уже правильную а именно правильно квалифицируя это как террористический акт безусловно совершенно другое должно быть уделено внимание подобному расследованию ну а заявление последний вопрос не буду вас долго мучать последний вопрос как вы можете прокомментировать то что вот эта версия поджога она прозвучала из уст главы Министерства внутренних дел еще до того как в принципе здание было потушено ну наверное каждый волен делать какие-то выводы из того что он видит юрист должен делать любые выводы после того как он углубился в вопрос и посмотрел документы и обстоятельства поэтому эмоциональная оценка может быть и поджог если же детально посмотреть и разложить все события исходя из того как это написано в уголовном кодексе то мы видим что именно террористический акт и за эту беседу и за юридическую поддержку нашу это был Михаил Ильяшев адвокат юрист основатель одной из крупнейших и успешнейших юридических компаний в Украине но не только расследование поджога нашей службы новостей тормозится это лишь капля море капля в море других расследований и громких дел в которых до сих пор не поставлена точка чуть ли не каждый день наши правоохранители рапортуют о задержании на взятке очередного чиновника суммы называют огромные должности обычно очень высокие были даже показательные акции ну например на заседании Кабмина в присутствии Арсения Яценюка и членов его правительства театрально взяли под стражу главу службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бачковского чем все закончилось? да ничем кстати ровно год назад 9 октября 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил что Бачковский получит обвинительный приговор мол следствие сделало свою работу снова спросите меня чем все закончилось? я снова вам отвечу ничем как и в сотнях других историй журналисты даже подсчитали из почти тысячи коррупционеров задержанных за год в тюрьме оказались только 3% да и то рыбешка мелкая где же крупный улов? разбирался Руслан Смещук борьба с высокопоставленными коррупционерами в Украине часто напоминает спортивную рыбалку в начале рыбу ловят потом с трофеем фотографируются а после целуют рыба ты моя золотая и выпускают на волю одно из самых эффектных задержаний и малоэффективных дел о коррупции в высших эшелонах власти 25 марта прошлого года прямо во время заседания Кабмина на тогдашнего главу госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бачковского надевают наручники его обвинили в организации закупок топлива для спасателей по завышенным ценам тогда у большинства украинцев появилась робкая надежда с коррупцией даже среди первых лиц можно бороться как оказалось ожидания тщетны уже 1 апреля за Бачковского вносят залог миллион 200 тысяч гривен и вскоре отпускают на свободу позже открывают дело в отношении обвинителей Бачковского и еще одна неожиданность в январе 2016 года Печерский райсуд обязал восстановить его на работе поскольку срок отстранения от должности истек а новый запрос прокуратура не подала суды по этому делу продолжаются дело так называемых бриллиантовых прокуроров заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и первого замначальника следственного управления генпрокуратуры Владимира Шапакина дело которое прогремело на всю страну 6 июля прошлого года в рамках расследования о вымогательстве взятки в размере 3 миллионов гривен спецназ Альфа задерживает двух высокопоставленных прокурорских работников во время обысков в домах и кабинетах подозреваемых правоохранители находят более полумиллиона долларов и 65 бриллиантов а уже через несколько месяцев Александра Корнийца и Владимира Шапакина суд отпускает под залог за каждого внесли чуть больше 3 миллионов гривен тяжбы и по этим делам продолжаются сеть тоннелей под особняком сейфы с золотом деньгами и черной бухгалтерией эта коррупционная история тоже стала резонансной во время обыска в доме героя Украины николаевского замгубернатора Николая Романчука находят настоящий схрон с тремя сотнями тысяч долларов и драгоценностями его задерживают 3 июня этого года по подозрению в получении взятки почти 100 тысяч долларов и тут история повторяется через месяц золотой замгубернатора выходит под залог Более того еще под следствием Романчук получает начисленные ему отпускные суды по его делу продолжаются Это только три самые громкие коррупционные истории последнего времени когда казалось бы тюрьма неизбежна Почему же так происходит мнение депутатов экспертов и активистов антикоррупционных движений разное версия первая продажные и коррумпированные суды Мы видим те решения которые выносят суды для коррупционеров хабарников для тех кого звинувачивают у злочинах типа что вкрали миллионы долларов мы видим решение судов выпустить под заставу причем заставы очень смешные судовая система парализовала борьбу с коррупцией через то что не выносит конкретных выроков У нас неповоротливая и достаточно коррумпированная судебная система У нас есть суды которые судят по закону есть суды которые судят по тому как их мотивируют а есть суды которые судят по тому каким приказал тот или иной человек с которым я не связан уже на протяжении 10-15-20 лет поэтому судебная система зачастую делает всех нас заложниками ее решения по мнению активистов антикоррупционных инициатив дело не только в продажных судах виноваты продажные правоохранители ведь значительная часть дел до суда вообще не доходит среди среди высокопосадовцев государственных в принципе меньше 3% реальное получило покарание права не доходят даже к суду мы очень часто извиняем суды в проблемах что суды плохие суды сливают но по факту проблема в правоохранных органах есть еще одно мнение в госсистеме действует своеобразная круговая порука и каждую новосозданную антикоррупционную структуру начинают подавлять допустить что мысль о том что в подобной ситуации вот вдруг появятся некие очищенные люди которые с чистыми душами душами и сердцами начнут борьбу коррупцией с коррупцией и что самое главное что она будет поддержана ну это из области фантастики ну а пока в стране показывают картинку борьбы с коррупцией в высших эшелонах иностранные партнеры требуют конкретных результатов и даже в меморандуме сотрудничества с МВФ прописали ряд инструментов для более эффективной борьбы от создания антикоррупционного суда до расширения полномочий НАБУ борьба с коррупцией без преувеличения ключевой вызов для украинских властей и они должны мобилизоваться дать жесткий ответ всем этим коррупционным проблемам повторюсь это сейчас главный вызов жесткий ответ Киев должен продемонстрировать до конца года именно тогда МВФ планирует принять решение о выделении очередного транша стране если до этого времени Украина не покажет богатый улов крупной рыбы деньги от зарубежных кредиторов могут и не поступить Руслан Смещук Дмитрий Анопченко Сергей Ведмить Владлен Ноль Подробности недели Телеканал Интер О болезнях системы здравоохранения и новых правилах дорожного движения по которым вас могут заставить ездить уже совсем скоро расскажу во второй части Подробности недели вернемся в эфир после небольшой паузы Свободу Сущенко Как вырвать из российского плена украинского журналиста Между жизнью и смертью Вспомнит ли государство в 2017 о поддержке неизлечимо больных Тайная слежка и новые штрафы Водителям и пешеходам готовят новые жесткие правила дорожного движения Это Подробности недели Я Алексей Лихман Мы продолжаем Без воды и еды Так провел первые сутки после задержания в Москве журналист Роман Сущенко В Сизоле Фортова с незаконно арестованным украинцем встретились правозащитники и журналисты новой газеты Романа задержали еще 30 сентября когда он навещал близких в российской столице До сих пор к нему не пустили украинского консула Зато выдвинули официальное обвинение в шпионаже и арестовали на два месяца Из французского Сапкора Украинформа Сущенко превратился в кадрового разведчика Минобороны Украины Это статья 276 Уголовного кодекса РФ Минимум за нее 10 лет тюрьмы Максимум 20 Защищать украинца вызвался известный российский адвокат Марк Фегин Он был защитником в самых громких политико-уголовных делах последнего времени в том числе и в деле Нади Савченко Мы попросили Марка Фегина прокомментировать как долго может длиться процесс освобождения Романа Сущенко и вот что он нам сказал Ну вообще я думаю что это будет долго длиться потому что видите какая штука даже если допустить что на высшем уровне переговоры а они я думаю будут идти сейчас я не могу говорить об их конкретике поскольку я сам конечно не буду вовлечен в них но тот шум который поднят вокруг дела конечно повлияет прежде всего потому что Сущенко журналист на то что с Путиным будут разговаривать разные представители государства там у него ожидается визит во Францию например в частности в ноябре и нельзя исключать что именно там вместе на переговорах с Оландом главой Франции значит президентом республики этот вопрос будет затронут но процессуально все будет выглядеть как обычно то есть вот вся процессуальная сторона будет полностью исчерпана в том смысле что определили обвинения расследовали обвинительное заключение после передачи дел в суд суд учитывая что все будет носить закрытый характер поскольку дело содержит гостайну то по самым даже скромным оценкам это может продлиться от полугода до года конечно я оставляю один процент на какой-то исключительный вариант решения проблемы но он опять же будет носить вне процессуальный характер и уровень решения это не следователи и не адвокаты это уровень президентов и так сказать посредников международных которые обладают наивысшим статусом в списке украинцев которые находятся за решеткой в России по политическим причинам уже 29 фамилий Сенцов Кольченко Клых вот теперь и Роман Сущенко но а кроме тех кто находится в тюрьме на территории России есть еще 110 украинцев которые стали заложниками на оккупированной части Донбасса причем некоторые из этих людей в плену уже очень долго еще например со времени боев в Донецком аэропорту переговоры об освобождении ведутся в минском формате и в последние месяцы особенно тяжело кто тормозит процесс и что конкретно будет делать Украина для освобождения Романа Сущенко узнаем у Ирины Геращенко она сама участвует в переговорах в Минске Ирина я вас приветствую скажите ваш прогноз может ли все это дело в России против Романа Сущенко закончиться быстро ну не так как было с Надей Савченко или Олегом Сенцовым и какой вообще должна быть тактика Украины для того чтобы освобождить добиться освобождения Романа как можно быстрее на жаль у меня ну не мая оптимизма относительно того что мы можем говорить про то что эта справа может завершиться там за день или за два но очевидно что мы не маем права опускать руки и вот какая тут мая быть тактика украинской стороны по-перше максимальная публичность по-друге очевидно что имя Романа мая быть сегодня на гостах всех украинских дипломатов украинской влады украинских політиков мы маем тиснуть на свет с вимогой тиснуть на Российскую Федерацию украинского громадянина журналісти так нахабно по суті схопили и затримали в Российской Федерации наши дипломаты зробили відповідні заяви ця тема будет звучать уже с завтрашнего дня с понедельника в парламентской асамблеи Ради Европы где начинается чергова сессия цієї шановной организации и власне украинская делегация в каждом выступе мы будем згадывать и про Романа и про всех тих політичных вязнях яких сьогодні отримают а це 10 політичных вязнів це десятки кримских татар и про тих людей украинцев які заручниками на окупованих территориях а це ще 110 украинців чоловіки жінки цивільні військові яких очевидно ми маємо звільнити обов'язково Ирина давайте уточним тогда вот если говорить об этих 110 пленных украинцах то можно ли їх освободить в нынешнем году почему вообще вот этот процесс освобождения украинских пленных он продвигается так тяжело и что это за список из 600 фамилий о котором говорят боевики есть несколько проблем про которые я хотела бы особенно в этом вопросе акцентовать вашу увагу первое боевики не дают ответы на наши вопросы относительно заручников где они находятся их место их доля и поэтому нам приходится очень тяжело за допомогою там и волонтеров и наших джерел певных собирать информацию о месте находения и доли заручников и ось важливым фактом стало то что приблизно месяц мы також нам удалось этого добиться и это важливо наших хлопцев которые находятся в тюрьмах на оккупованных территориях отбедает координатор от ОБСЄ который представляет ОБСЄ как раз гуманитарные подробности Тонни Фриш також мы договорились что он сможет передать им листи от родителей и это також важливо в контексте психологической моральной поддержки хлопцев мы очень ждем того что пан Фриш привезе новини относительно того где перебиваются наши хлопцы в каком они станут но очевидно что нас не влаштовывает только отбедение представников ОБСЄ заручников мы требуем их избежать другая сторона требует настоящий выкуп амнистию амнистию для ватажков боевиков где есть список 600 человек где нет вообще тех людей которые часто причетны до конфликта на Донбассе но в том месте включают людей которые причетны до терактов в Одессе или в Харкове и очевидно что это непрепустимо чтобы такие люди были в списке потому что они не имеют отношения до Минского процесса и мы на этом очень жестко стоим спасибо вам Ира спасибо за эти ответы и за ту нелегкую работу по освобождению украинских пленных которую вы ведете Ирина Герасченко была с вами на связи на этой неделе Виктория Нуланд посетила Москву именно для того чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины помощник госсекретаря США провела переговоры с советниками Путина Владиславом Сурковым и Юрием Ушаковым чиновники обсудили дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений в поддержку усилий стран нормандского формата и переговоров в формате трехсторонней контактной группы в отличие от подобных встреч эти носили почти закрытый характер даже на российских федеральных каналах почти не было видеокартинки переговоров чем именно они закончились неизвестно но в тот же день Марк Тонер представитель госдепартамента США подтвердил что главная цель этого визита достижение прогресса по Украине при этом по словам Тонера Минские договоренности остаются единственным путем для восстановления мира и стабильности на востоке нашей страны тем временем в самой Америке внимание приковано к предвыборной гонке Дональд Трамп стал героем очередного скандала до такого что в республиканской партии всерьез задумались о не поменять ли им своего кандидата и это всего лишь за месяц до выборов впрочем пока Трамп остается в гонке и сегодня его можно будет увидеть на вторых президентских джебатах они начнутся буквально через несколько часов станет ли тема Украины одной из тех о которых поспорят Трамп и Хиллари или наша страна учитывая все скандалы точно не в повестке дня кандидатов поговорим с Дмитрием Ановченко мой коллега следит за дебатами в Соединенных Штатах Дима я тебя приветствую приветствую скажи можно ли ожидать что Трамп и Хиллари сегодня вспомнят об Украине коллега тут очень простой ответ на этот вопрос они этого еще и сами не знают и все дело в формате второго тура дебатов ведь кандидаты будут отвечать не на вопросы модератора а на вопросы публики по правилам шоу традиционно слово давали тем кто собрался в зале а пригласительные это немаловажный момент здесь выдают сами штабы кандидатов так что понятно что вопросы очень часто были срежиссированы и демократы и республиканцы зачастую раздавали своим сторонникам ехидные вопросы для соперника и комплиментарные для себя их и озвучивала публика так было очень много раз но в этот раз в этот раз все по-другому помимо вопросов модератора и вопросов публики зададут 30 вопросов собранных онлайн запустили даже специальный сайт вот посмотрите на нем зрители голосуют что именно они хотели бы узнать у Трампа и у Хиллари пока лидируют вопросы о поддержке кандидатами ужесточение проверок о продаже оружия вопросы о пенсионной реформе социальном обеспечении о гражданстве все то что интересует тех кого здесь называют people from the street маленьких американцев голосование в принципе открыто не только для граждан сша для всех зрителей до начала дебатов больше 7 часов так что если украинцы прямо сейчас проголосуют за вопрос о нашей стране то ситуацию можно изменить она каждую минуту меняется ну а если совсем серьезно то непонятно дойдет ли в ходе в ходе этой дуэли в прямом эфире не только до Украины но и до внешней политики в принципе ну разве что если публика в зале о войне на Донбассе или о поставках летальных вооружений спросит что тоже возможно зато какой вопрос точно прозвучит понятно вопрос о высказывании Трампа которое сейчас обсуждает вся Америка и которое как заявляют его противники может стоить не только потери голосов но и президентства а вот о чем речь смотрите далее в моем сюжете в университетском зале в Сент-Луисе работа просто кипела расставляли декорации поправляли свет все должно быть готово уже к утру воскресенья ведь вечером дебаты Трамп и Хиллари идут практически наравне до выборов месяц и все понимали перед самой теледуэлью сторонники кого-то из кандидатов чтобы усилить позиции вполне могут выбросить в прессу что-то жареное и не ошиблись газета Washington Post которая не скрывает что поддерживает Хиллари опубликовала на своей интернет-странице запись разговора десятилетней давности Дональд Трамп по-приятельски болтает в дороге с телеведущим Билли Бушем и между прочим делится с ним как приставал к некой замужней женщине сходил по ней с ума потерпел неудачу крепкие выражения детали которыми делятся между собой приятели в мужских разговорах мол Трампа так и тянет к красоткам а когда ты звезда тебе не отказывают информационную волну подхватила СНН нарезав фразы Трампа из старых радиоинтервью и заявив в них он тоже грубо и унизительно говорит о женщинах это ужасно мы не должны позволить этому человеку стать президентом сразу же отреагировала Хиллари Клинтон меня чуть не стошнило еще жестче отозвался ее напарник кандидат в вице-президенты Тим Кейн а это первое появление Дональда Трампа на публике после начала скандала около Трамп Тауэр в Нью-Йорке где у него и штаб и квартира политик проходит через толпу пожимая руки своим сторонникам собравшимся у здания потрясающая поддержка говорит он комментируя происходящее но пресса здесь не для этого а чтобы задать один только вопрос вы остаетесь в гонке? сто процентов останется ли он? вопрос не праздный реакция демократов предсказуема и понятна но снять кандидатуру Трампа призвали и в его же партии влиятельная газета политику у которой информация всегда из первых рук пишет что сегодня национальный республиканский комитет намерен без лишнего шума собраться чтобы переосмыслить предвыборную стратегию мол юристы изучают возможность заменить Трампа на другого кандидата многие влиятельные республиканцы и так были настроены против него дождались только повода чтобы выступить открыто сенатор Маккейн проигравшие Трампу президентскую номинацию Джеб Буш и Мит Ромни госсекретарь США времен Буша Кандализа Райс все они обрушились критикой впрочем публично высказались против лишь те кто и без того был против Трампа однако был скован партийными правилами большинство влиятельных республиканцев пока выдерживают паузу хотят посмотреть на рейтинги и на то как Трамп проведет сегодняшний раунд теледебатов против Хиллари скандалы никогда ему особо не вредили и многие предполагают что даже эта история подпортит нервы но вовсе не означает поражение компромат который берегли 10 лет ударил бы по кому угодно но о Трампе его сторонники и так все отлично знают он ведь никогда не пытался выглядеть безгрешным сам об этом заявляет в Твиттере мол никогда не говорил что идеален никогда не пытался показаться другим чем есть но ему искренне жаль что такие слова были сказаны все кто меня знают понимают что эти слова не отражают кто я на самом деле я сказал это я был неправ и я прошу прощения я наговорил глупостей но большая разница между моими словами и действиями других людей Билл Клинтон грубо обращался с женщинами а Хиллари преследовала запугивала и насмехалась над его жертвами мы обсудим это в ближайшие дни до встречи на дебатах в воскресенье закончил свою речь Трамп прозрачно намекнув если соперница затронет тему о скандальном разговоре получит в ответ серию нелицеприятных заявлений о собственных семейных проблемах кому это повредит больше даже штабные социологи уже запутались в этой кампании стандартные методики для просчета рейтингов уже не работают слишком уж нестандартны сами кандидаты так или иначе сегодняшние дебаты все покажут и если многие считали их первый тур событием поворотным решающим то сегодня и вовсе момент истины тест после которого станет ясно на что американцы никогда не будут закрывать глаза а что готовы простить своим политикам из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер вспомню о выборах которые уже состоялись появились уже практически финальные результаты парламентских выборов в Грузии само голосование состоялось вчера и партия Михаила Саакашвили единое национальное движение проигрывает у нее второе место и результат чуть больше 27% лидирует на выборах правящая полицила грузинская мечта с результатом почти 49% впрочем это итоги голосования за партийные списки и сейчас в стране продолжается борьба за результаты выборов в округах в партии Саакашвили уже заявили что выборы сфальсифицированы но как бороться пока не решили есть и забавная новость из Грузии на выборах там проиграл и бывший мэр Киева Леонид Черновецкий он уже несколько лет живет в Грузии и баллотировался там в одном из округов ну что ж видимо грузинские бабушки его любви не поняли и не приняли но мы вернемся к Украине и к бюджетным страстям мы неоднократно рассказывали вам о том как делят главную смету страны депутаты воюют друг с другом за каждую строчку удовлетворить нужно многих а чтобы кому-то выделить средства нужно эти деньги у кого-то вначале отнять отбирают как правило у самых незащищенных и часто оставляют их на грани выживания в этом году по стране прокатилось чуть ли не рекордное количество акций протеста пациентов чья жизнь без государственной поддержки просто невозможна матери с онкобольными детьми больные гемофилии ВИЧ инфицированные продолжать к сожалению этот список можно долго вспомнили ли в бюджете 2017 о неизлечимо больных станет им выживать проще или еще сложнее Елена Митясова выясняла из года в год одна проблема недофинансирование поздние тендеры несвоевременные закупки украинская медицина напоминает лотерею никогда не знаешь выживешь или нет по статистике 1600 украинцев умирает ежедневно от недостатка лекарств они кричали просили о помощи ежедневно оббивая пороги чиновников и вот наконец затеплилась надежда в этом году стартовали госзакупки через международные организации без скрытых комиссий откатов и по минимальным ценам благодаря иностранным компаниям бюджет сэкономил порядка 800 миллионов гривен но закупки тормозятся зараз станем на кинезь 16-го року дося еще идут леки по закупивле 15-го року леки по бюджету 17-го в кращем выкладку вы бачите в 18-м роце Минздрав препараты лекарства закончились препараты по спиду препараты закончатся с 1-го января по туперкулезу с 1-го ноября то есть через месяц естественно что международные организации за месяц не успеют закупить лекарства из-за несвоевременных поставок государство теряет миллионы чтобы подсчитать ущерб не нужно быть математиком к примеру лечение одного пациента с начальной стадии туперкулеза обходится в 870 гривен в месяц но если лекарства принимать нерегулярно болезнь усугубится и тогда лечение дорожает в 45 раз а это почти 40 тысяч гривен в месяц она набрала кредит и влезла в долги а теперь и имущество продать придется чтобы спасти единственного сына Ирине нужно 30 тысяч долларов столько стоит операция по пересадке костного мозга в Украине за границей это сумма в разы больше денег у нас как бы таких нет гарантий нам никаких никто не дает понимаете вот как бы так рассчитываем на бог как оно там будет для детской онкологии по подсчетам благотворительных организаций препаратов хватит по крайней мере до весны а вот с лекарствами для гемофиликов совсем худо жизненно необходимый фактор свертываемости крови получат только 10 процентов больных чтобы вылечиться необходимо 10 таблеток пройти курс вам дают одну таблетку и говорят все это вам поможет месяц жизни больного гемофилии стоит порядка 10 тысяч долларов без помощи государства обычно украинская семья такую сумму не осилит государство не закупило в аптеках не купишь единственный шанс для больного остается черный рынок там есть любые даже самые дефицитные лекарства и кстати по цене ниже рыночной но есть одно но риск никогда не знаешь что во флаконе вода или нужный препарат и даже если здесь лекарство неизвестно годно ли оно к применению их стен уже 23 года на аминокислотной смеси его организм не воспринимает белок и чтобы жить полноценной жизнью приходится все время сидеть на специальной диете если бы мы не придерживались этой диеты то последствия были бы катастрофическими организм отравляется отравляется головной мозг и доходит до полной деградации безвозвратной но в этом году тендер на поставку смеси в столице выиграла сомнительная компания сначала она заявила один продукт потом заменила аналогом в итоге все оказалось сфилькиной грамотой смесь не имеет сертификата качества нет и результатов исследований а сам представитель компании-изготовителя как выяснили родители больных детей находится в Латвии и вообще специализируется на морепродуктах представник выработника что это вообще компания которая занимается оптовой торговлей продуктами питания включая рыбу ракообразных и моллюск то есть какое оно имеет отношение к этой компании этих продуктов зачем сменили апробированную годами немецкую смесь для родителей головоломка со многими неизвестными ведь денег говорят столичной казни предусмотрели более чем достаточно и можно было закупить все самое лучшее люди добрые так же ж никто не делает дайте адаптировать детей к этим смесям до того как вы их закупите ведь не факт что они подойдут увеличат госзакупку лекарств дадут больше автономии больницам планы у чиновников на 2017 грандиозные как никак бюджете на здравоохранение предусмотрели 62 миллиарда гривен 6 из них пойдут на обеспечение медикаментами тяжелобольных но и эти суммы вряд ли спасут нашу медицину которая и сама наладан дышит Елена Митясова Ирина Дьяченко Максим Чеблин Валентин Белич Подробности недели телеканал Интер И у нас в гостях Олег Муси замглавы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения партия народный контроль Олег здравствуйте спасибо что пришли Добрый вечер Скажите кто должен нести ответственность в стране за то что многие годы мы наблюдаем дефицит с поставками вакцин с закупками и жизненно необходимых препаратов Я думаю пожалуйста политики которые призначают видоведных урядовцев которые сами отвечают за свою галузь Вот станом на сегодня это выполняющие обязательства Уляна Супрун призначена в неконституционный способ позапарламентом теперешним урядом Я думаю что эти персони должны нести ответственность за тот стан который происходит сегодня в Министерстве охраны здоровья абсолютно жахливый и непрепустимый Скажем еще такого не было чтобы за 16 год не было укладено жодного контракта при 4,4 миллиарда которые выделены из государственного бюджета до сегодня не подписано жодной угодой за 16 год а поставки 2015 года только в межах 70% вы представьте это ужасная картина ну и единая надея на то что увеличение в бюджете 2017 до 6 миллиардов закупивали хоть трешечки покращить тот стан с серьезными заболеваниями и леками для них ответить для тех людей которые из-за этих поставок сорванных постоянно они балансируют на грани жизни и смерти если разобраться в бюджете следующего года денег достаточно или нет недостатньо навіть в бюджеті наступного року грошей недостатньо вони збільшені на 2 миллиарди в гривнях але необходимо 15 миллиардов по вашему опыту на ком в первую очередь это отразится найгирша ситуация с закупивлями хворих на вирусной гепатит С где закупляется всего 20% от потреб натомість детячая онкология найкращая ситуация 100% забезпечення от детячей онкологии по дорослій онкологии 40% забезпечення и насправді это 40 программ 40 захворювань загалом эта цифра складає станом на сьогодні забезпеченість 30 тільки відсотків Олег, а как вы можете прокомментировать ту ситуацию что зачастую закупаются препараты не последнего поколения для вот этой категории пациентов ну например ситуация свитч больные люди с иммунодефицитом получают далеко не самые современные препараты инновационные и сучасные препараты они очень дорого стоят и я думаю что бюджету напевно всей системы охраны здоровья не хватит на закупивлю таких дороговартисных препаратов те препараты которые закупирует Министерство охраны здоровья есть дженериками или препаратами которые уже давно используются и тут как раз в этом причина нет ли здесь коррупционной еще составляющей коррупционной складовой есть на превеликий жаль и через международные закупивли потому что они закуповывают международные организации не напрямую в заводе производителей а через посередников которые раньше брали участие в украинских тендерах и тут есть Борис Литовский который сейчас поставил своего заступника сначала пана Перегинца и теперешней в команде теперешней Ульяны Супрун есть его последователи и именно поэтому у нас величезные сумнивы что до честности в государственных закупивлях Ульяна Супрун буквально на этой неделе заявила что в реформе от Минздрава они не придумывают велосипед и взяли с наработки 2014-2015 годов то есть то что и было разрабатывалось и при вас вы будете поддерживать реформу? на самом деле это не соответствует действительности они ничего не взяли от того что напрацовано комитетом с питанием охраны здоровья и моей командой когда я был в Министерстве охраны здоровья но мы комитетом месяц ждем презентации реформы и обещанную Ульяной Супрун когда уже пришла новая команда Ульяна Супрун два месяца можно было бы хотя бы дать какой-то элементарный пакет документов и мы на последнем заседании уже официально звернулись за подписами всех депутатов чтобы они надали нам перелик и пакет этих документов по реформе охраны здоровья мы все-таки узнали из этого же последнего интервью Ульяны Супрун например речь идет о создании нового агентства которое будет выступать таким себе экономическим посредником между государством пациентом и врачом ну так у нас все-таки посредники не наплодили такую величезную колькість так само как посредники приватной страховой компании не я не противник я прихильником комплексного системных змин в охране здоровья написаны законопроекти в том числе про организацию медичного обслугования где предбачена государственная закупительная агентация которая будет распоряжаться кошками государственного бюджета поза Министерством охраны здоровья что очень хорошо потому что коррупционная складова не ликвидирована до сегодняшнего дня на превеликий жаль я должен с жалом констатовать что мне тоже не удалось ликвидировать эту коррупционную складовую и именно поэтому я был уснутий в незаконный способ с посади Министра охраны здоровья через боротьбу с коррупцией спасибо вам за эти ответы Олег Муси зам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения партия народной контроль был гостем подробностей недели ну а мы продолжаем хотя нет наверное все таки сделал небольшой нос что тему реформы здравоохранения мы будем обсуждать и в грядущую пятницу в такшоу черное зеркало на нашем канале я приглашаю как ведущий этой программы на этот эфир Ильяну Супрун исполняющий обязанности министра здравоохранения ну а вот теперь точно можем продолжить на следующей неделе мы будем говорить и о Венецианской комиссии в пятницу и субботу пленарные заседания на которых речь пойдет в том числе и об Украине Венецианская комиссия полное ее название Европейская комиссия за демократию через право проводит оценку проектов законов и постановлений по праву Конституции которые готовят в странах Европы если правительства заинтересованы в том чтобы отношения с Европой у них налаживались они прислушиваются к рекомендациям из Венеции глава Венецианской комиссии Джани Букикио на днях побывал в Украине встретился с первыми лицами нашей страны темы для обсуждений были самые разные от децентрализации судебной реформы до борьбы с коррупцией сегодня весь инструментарий и законодавчий и институционный к борьбе с коррупцией он фактически весь сформован и наиболее слабким местом в этой борьбе все же таки есть судовая система и мы имеем надежность что реформа даст возможность замкнуть систему не отворотности покарания в том числе и коррупционные проявления вы будете продвигаться дальше и дальше и уже идете в правильном направлении вы не останетесь одним мы всегда рядом но прежде всего надо рассчитывать на самих себя единственное о чем сообщений пока не было после киевских встреч с Джаней Букикио так это о поправках к закону алюстрации которые украинские политики обсуждают с представителями Венецианской комиссии еще с декабря 2014 года тогда украинский Минюст обещал исправить действующий закон алюстрации который в Венеции назвали плохим но только поправки эти не приняты до сих пор чем именно недовольны Венецианской комиссией посмотрите далее закон об очищении власти или как его называют политики и СМИ закон алюстрации вступил в действие в октябре 2014 и с тех пор остается наверное одним из самых скандальных его принимали под парламентские выборы проголосовали как раз тогда когда предвыборная кампания была в самом разгаре депутаты спешили и приняли этот закон несмотря на массу замечаний политиков юристов и правозащитников закон критиковали и за то что люстрации подвергается слишком широкий круг госслужащих без конкретных доказательств их вины в совершении каких-либо незаконных действий просто за то что в какой-то период они занимали определенные должности и за отсутствие независимого органа власти который занимался бы проверкой чиновников и за то что он через 20 лет после падения коммунизма все равно затрагивает и эту тему устанавливая скорее символические чем способные сработать на практике запреты для бывших коммунистов занимать высокие посты а главное критиковали за то что закон фактически подменяет собой борьбу с коррупцией именно этого более всего опасались в Европе мы обеспокоены правами людей которых коснется люстрация также вызывает опасение попытка заменить этим законом борьбу с коррупцией мы также опасаемся того что этот документ может стать инструментом политической мести и борьбы с оппонентами окончательное решение венецианской комиссии таково закон негоден его необходимо радикально пересмотреть и изменить необходимо избежать политизации закона он не должен стать инструментом мести политическим оппонентам. Люстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Нельзя люстрировать людей, которые когда-то имели отношение к Компартии. И это одно из ключевых замечаний. С тех пор прошло 20 лет. Изменить злополучный закон представители украинской власти, прежде всего Министерства Юстиции, пообещали еще после первого обсуждения украинской люстрации в Венеции на заседании Европейской комиссии за демократию через право. Венецианская комиссия детально рассмотрела документ и предложила целый перечень поправок, с которыми украинские чиновники согласились. Согласились, но так и не стали ничего менять. Чем всерьез удивили европейцев, которые не привыкли к такому отношению к своим рекомендациям. Украинская сторона забыла о данном обещании на долгие месяцы. Теперь уже больше, чем на год. До сих пор мы не получили никаких правок. Какое-то время тому назад мы приняли мнение об этом законе. Но какова сейчас судьба наших рекомендаций, мне неизвестно. Венецианская комиссия не отвергает люстрацию в целом, но настаивает на том, что такие процессы должны проходить с соблюдением прав человека и презумпцией невиновности. На данный момент по действующему украинскому закону о люстрации уже уволены около тысячи чиновников. Многие ушли в отставку добровольно, чтобы не проходить проверку на таких неприемлемых условиях. Многие уже оспорили свое увольнение по люстрации в суде. Ну что ж, посмотрим уже в эту пятницу, довезут ли до Венеции украинские чиновники то, что обещали уже давным-давно. Ну а теперь о подарке, который скоро депутаты могут преподнести водителям. Вразе готовят изменения в правила дорожного движения. Правила жесткие. Жизнь усложнится не только у автолюбителей. Пешеходам тоже нужно будет держать ухо востро. Их планируют обложить штрафами. Так что следующая тема будет интересна всем. Смотрите, что в случае принятия закона изменится на дорогах. Пьяные аварии, лихачи и полное игнорирование правил дорожного движения. На украинских дорогах по статистике ежедневно гибнет 11 человек. Больше, чем в зоне АТО. За год ДТП уносят свыше 4000 жизней. Население небольшого райцентра. И это европейский антирекорд. Он знает о правилах не понаслышке. Сергей более 20 лет учит водителей контраварийному вождению. Полчаса езды по Киеву и основные нарушения украинцев как на ладони. Вот видите, как перестраиваются. С двух сторон, видел, да? Не включая поворотов. Посмотрите, какая страшная авария вообще. Задницу ехала так. Сергей называет основные проблемы украинских водителей. У нас 80% летом учеников это люди, которые позаканчивали автошколы и не научились ездить. Основной бич, конечно, это культура важная. Некоторым пешеходам тоже закон не писан. Никто же за это не наказывает. Поэтому и каждый на свой страх и риск. Бороться с нарушителями хотят с помощью нового закона, который несколько недель назад зарегистрировали в парламенте. Собрать все, что касается дорожного движения, в один документ, включая правила дорожного движения. Законопроект ужесточит ответственность для всех. Переходить дорогу на зеленый и по зебре этого уже будет мало. По новым правилам вас спокойно могут оштрафовать за наушники и разговор по телефону. Велосипедистам разрешат ехать по полосам для общественного транспорта. Но спрашивать с них будут, как и с водителей. А если рулит под градусом, особенно жестко. Не будет уже такой односторонности обовязки только водеев, которая есть у нас сейчас. Новый закон ОПДД вводит понятие скрытое наблюдение. Это как в Европе. Кто знает, может быть, как раз в авто за вами и едет полицейский экипаж без опознавательных знаков, который записывает все ваши лихачества на камеру. Любителей пронестись ветерком будут привлекать по статье агрессивное вождение. И это тоже европейский опыт. Так званый слалом у потоцей транспорта. Выпереджение узбечем. А также такая вещь, как образливые жесты на адресу других участников дорожного движения або полиции. А у нас вот да, у кого круче машина, тут круче. И того правила. И сколько очень часто я замечала, что если сидит девочка за рулем, то обязательно все будут сигналить. Если не дай бог, она там где-то, извините, ступила. В общем, в ее адрес польется куча каких-то там оскорблений. В Великобритании за лихачей взялись еще несколько десятилетий назад. Вы знаете, я сколько езжу по Лондону, водители здесь очень доброжелательные. Все помогают друг другу. Тут разделяют понятия непреднамеренная и умышленно-агрессивная езда. За последнюю может грозить и уголовная ответственность. За каждое нарушение отбирают баллы. Накопят за 12, лишают прав. Агрессивное вождение от 3 до 9 баллов. И тут реальная угроза в один момент стать пешеходом, заплатив при этом немалый штраф. Нарушения фиксируют и камеры, и коллеги-водители. Если ты мешаешь другим участникам движения, постоянно меняешь полосы, а полиции не видно, то о таком поведении могут сообщить другие водители. Просто позвонить и сказать, что машина на дороге ведет себя странно. Проверьте, пожалуйста. В любом случае, долго ездить агрессивно не получится. Кто будет определять вот эту агрессивную езду? В Британии там нет коррупционных полицейских. А у нас, мы себе представляем, сразу появятся люди, которые будут говорить, нет, ты агрессивен. А докажи, что ты не агрессивен. С новым законом появится и новый орган Национальное бюро безопасности дорожного движения. Именно он и будет заниматься единой политикой в сфере ПДД. Правда, где брать деньги для этого бюро и каковы его функции, пока четко не прописано. Там пока нет конкретных цифр. Те деньги, которые нужны на содержание этого бюро, они существенно ничтожно малы по сравнению с теми деньгами, которые, в принципе, нам нужно в дорожное хозяйство вкладывать. У нас правила дорожного движения были по большому счету советские. То есть они не соответствуют реалиям, поэтому их надо обновлять. Вот эти все моменты, если четко не выписать, они снова дадут повод оборотню в погонах, или новой полиции, чувствовать себя хозяином жизни и преследовать водителя. Законопроект еще находится на этапе чтения в комитетах. Авторы утверждают, до голосования он может существенно измениться. Но чтобы в новых ПДД заработали европейские стандарты, нужно менять еще и административный кодекс, в котором до сих пор остаются старые советские нормы. Павлина Василенко, Светлана Чернецкая, Вадим Сверидонов, Никита Исайко и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Это были подробности недели. Я Алексей Лихман. Благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до пятницы. Встретимся в информационном вечере, как всегда, в подробностях, ну а затем в ток-шоу «Черное зеркало». До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин